ребят всем привет вы на канале страсти по банкам меня зовут катя и сегодня мы делаем обзор на антиэйдж линейку от ангиофарм у меня ноутбук вот здесь внизу вы будете презентацию видеть вот здесь и я в таком немножко нетипичным сегодня вместе снимаю для себя поэтому не обессудьте если буду иногда подсматривать вниз многие знают линейку антиэйдж как линейку ретинолов вот у меня есть много раз показывала антиэйдж крем в концентрации максимальной но кроме ретинола у нас есть много других средств мультипептидные лифтинг и с пдрн которые также заслуживают внимание оказалось что средства просто настолько классные у меня уже есть несколько из них это в тестировании причем уже несколько недель это лифтинг сыворотка это антиэйдж маска и это мультипептидный антиэйдж крем и даже скажу вам честно что мне захотелось пока свой ретинол отставить в сторону и перейти полностью пока на лифтинг и на мультипептидный крем потому что не знаю как это работает по всей логике по всей науки для пептидов для других компонентов нужно время чтобы коллаген как-то просинтезировался но я не знаю как они это делают от мультипептидного крема и от лифтинг сыворотки просто лицо сразу так собирается кожа становится более плотной у меня куда-то подевались мои носогубные складки в общем я в восторге в полнейшем и это действительно так антиэйдж маска вот это которую я использую тоже на ночь это интересно такое средство потому что там нет никаких таких вот супер известных активов да не ретинола не пептидов там в основном сплошные экстракты но есть там несколько очень классных компонентов в общем эта маска тоже хорошо работает она делает какой-то такой эффект уплотненной кожи особенно мне почему это актуально потому что кожа у меня тонкая и под глазами вот эта зона да она у меня сейчас я немножко со светом будет разобралась от у меня в предыдущих видео постоянно засвеченное лицо и вот эти вот эта зона вокруг глаз тоже темная на самом деле не так все у меня там плохо просто надо было грамотно выступить освещение ну наконец-то я вроде с этим разобралась ладно переходим непосредственно к обзору всей линейки я расскажу те средства покажу которые я очень хочу у меня пока их еще нет я занималась обзором разбором этой линейки практически две недели я под микроскопом рассматривала все составы проводила различные анализы все ли не то есть как отличается одна там под линейка да от другой поэтому это очень качественный классный обзор если вы хотите действительно понять ассортимент ангиофарм в линейке анти вам будет сегодня очень интересно так я поделила всю анти эйдж серию на условно четыре части но первое давайте самое известное это линейка ретисолов это ретинолы но мы сегодня будем делать акцент все-таки не на них а на мультипептидный лифтинг и других средствах чтобы вы знали что и кроме ретинола что-то еще ангиофарм есть и очень классно работающие вторая линейка это мультипептидная мы сейчас все рассмотрим все составы все 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 третья линейка это лифтинг средства направленный на визуальную подтяжку на выработку коллагена и есть три средства которые не вписались ни в один из значит вот этих трех под групп это сыворотка с под рн это новинка не так давно она вышла это анти эйдж маска про которую я говорила в начале и это крем для зрелой кожи у него замечательный состав для именно возрастной сухой кожи давайте каждое средство мы с вами рассмотрим мультипептидная линейка у нас состоит из четырех средств это крем сыворотка крем вокруг глаз и маска для области вокруг глаз и есть у нас еще лифтинг серия там тоже сыворотка тоже есть крем и замечательный крем для области шеи есть специальный компонент который отвечает за упругость и даже имеется доказанная эффективность не просто так именно в области вокруг шеи не просто имеется ввиду что там наверное те компоненты которые бы не совсем не работают их просто не положили именно для области вокруг шеи показал этот компонент отличные результаты чуть позже мы на нем с вами остановимся ну и соответственно ретинолы наши любимые но кроме трех ретинолов с разными концентрациями есть у нас специальное средство с ретинолом вокруг глаз и есть крем с букучелом причем несмотря на то что букучел это растительная альтернатива ретинолу то есть это не аналог это другой по химическому строению вещество состав этого крема просто удивляет туда положили ну все что можно было положить для антиэйджа да кроме ретинола тоже сейчас мы про это все поговорим ну и вот эти три средства очень интересная сама хочу вот эту подрен сыворотку но ее не могу никак я найти в магазинах и у дистрибьютора тоже ее не было прям ловлю антиэйдж маска и вот этот крем до для зрелой кожи но в первую в первую очередь для того чтобы если кто-то смотрит это видео и не знает как мы достигаем вообще антиэйджа в коже антиэйдж эффекта мы сейчас кратенько проговорим да у нас соответственно есть ретинол современные формы используются в косметике ангиофарм и конечно ретинол у нас идет чаще как вечерний уход потому что лицом разрушается при воздействии солнечных лучей и он наносится на сухую кожу и у меня ребенок просто сломал руку ходит в гипсе ходить на 30 35 дней и за этот срок ну невозможно ничего не снимать поэтому уж иногда буду прерываться в странных местах короче что хотела сказать вам про ретинол до что есть лекарственной формы я об этом рассказывал на канале на своем самом начале можете поискать есть отдельное видео которое посвящено ретинолу есть косметические формы то есть отличаются они тем что у нас есть биологически доступная форма это ретиноевая кислота и она может продаваться только в аптечных средствах в косметике по законодательству мы используем те формы которые до ретиноевой кислоты должны пойти пройти некий этап некий путь превращения в коже и это могут быть эфиры это может быть сам ретинол это может быть ретиналь ретинальный гигит и что в косметике ангиофарм используются это самые современные формы ретинола это тенил ретинуат и гидроксипиноколон ретинуат они быстро преобразуются в коже до ретиноевой кислоты и этим обеспечивается собственный эффект также все весь ретинол вся серия идет в липосомах то есть это означает что очень стабильным является ретинол заключенный в липосому так как он сам по себе очень нестабильный и это помогает ему не взаимодействовать с другими компонентами но сегодня мы прям очень так подробно на ретиноле останавливаться не будем все знают что ретинолом гиафарм классный мы его все любим сегодня все таки хотелось бы сделать именно на антиэйдж упор и вот второй пункт антиэйдж терапии это конечно же пептиды пептидов очень много разных и все они работают разнообразно мишень у них разная точка приложения в коже это может быть например сигнальные молекулы это может быть молекула которая присоединяется клетки по типу ключ замок то есть это может быть например взаимодействие с какими-то рецепторами то есть очень много разных пептидов и в антиэйдж серии в мульти пептидной линейке от ангиофарм используются интересные пептиды сейчас всех назовем что это за комплексы как они работают просто я к тому что пептиды здесь в мульти пептидной линейке до капитан очевидности работают за антиэйдж и переходим дальше есть замечательный компонент который я как-то даже недооценивала это фитоэстрогены и я думаю неужели за счет фитоэстрогенов я получила вот этот самый эффект уплотнения натяжение кожи который вот буквально сразу говорю я не знаю как это работает просто удивительно насколько мне понравился этот крем и мне мои подписчики тоже писали что именно этот мульти пептидный крем просто бомба для вот возраста уже когда эстрогена не так хорошо работают как в молодости но мы сейчас про это тоже поговорим короче фитоэстрогены это один из ключевых тоже компонентов для достижения антиэйдж эффекта ну и самое наверное главное что мы должны были сначала сказать про базу что без увлажнения да без качественного очищения у нас никакие антиэйдж способы не будут работать то есть кожа должна быть хорошо очищена хорошо увлажнена антиоксиданты много очень разных экстрактов сейчас про короля антиоксидантов скажу какой используется здесь и много я видела сейчас косметики выпускается именно с этим экстрактом да что такое антиоксиданты те вещества которые помогают нам снизить окислительный стресс то есть держать ситуацию со свободными радикалами в норме ну и лифтинг линейка за счет чего достиг лифтинг помимо визуального натяжения кожи до вот этой пленочки которая может создастся и так чуть-чуть ее пока бы под собрать есть еще работа с коллагеном работа с эластином то есть используются специальные вещества которые помогают кожу не только снаружи до сделать более упругой натянутой но и поработать изнутри то есть это не просто есть такие просто к и почему так подробно есть кремы которые которые сыворотки которые направлены на выход то есть они ничего не делают в долгосрочной перспективе но в краткосрочной они быстренько вам все натянут вот так все сожмется и вот например в red judy care есть такой крем не помню как называется но действительно быстро все схватывает и можно приступать к макияжу здесь все-таки идет комплексный эффект и долгосрочный и краткосрочный ну и самое главное что отличает косметику ангиофарм от большинства других брендов да потому что много сейчас антивозрастной косметики и все банки классные все красивые все с ретинолом и все с пептидами да и нет сейчас такого прям компонента вот которого невозможно было бы найти до именно сильного но в лаборатории ангиофарм смогли создать пептид ангиогенин что обусловлен обуславливает и название ангио да это пептид который вы можете в косметике в составах найти под названием sh полипептид 82 он дает рост новым сосудам новым капиллярам то есть сначала косметика будет работать на ваше кровоснабжение и только потом уже привносить туда разные активы и это запатентованная технология которая была то есть этот пептид он не покупается где-то да это именно разработка собственная от ангиофарм и вы можете практически во всех средствах наверно 99 процентов и почему так говорю про 99 потому что возможно на сайте ангиофарма есть ошибка я встречала несколько средств где почему-то пептида ангиогенина не было возможно это просто ошибка то что я знаю что когда приходит на упаковке уже состав этот который на сайте бывает что они отличаются поэтому тут я утверждать на сто процентов не могу но 99 процентов косметики точно ангиогенин содержит и вот про говоря про мульти пептидную линейку какие пептиды используются здесь идет пептидный комплекс из ацетил гексапептид 37 из пальмитол пентапептида 4 это работает на ярко выраженное увлажняющее действие и называется у него торговое название в кей пеп вот он что очень классно что во всех методичках идет у энгиофарм идет расшифровка то есть торговый комплекс что в нем содержится потому что ну торговый комплекс это не ингредиент в нем до заключены какие-то уже компоненты и третий классный пептид как раз который тоже я считаю что кроме фитоэстрогенов работает это ацетил гексапептид 8 и у известен он как аргирелин хочется все время сказать аргилерин но он аргирелин это торговая марка это ботулино подобный пептид он работает с мышцей и помогает снизить выраженность мимических морщин соответственно такая как бы альтернатива ботокс уйдет либо как дополнительная до работа ну и вот интересный тоже компоненты антиоксидантные я видел какую-то табличку вот сейчас я не помню где на каком-то обучение по моему косметической химии какой из экстрактов является самым таким королем самым выраженным обладающий самовыраженным антиоксидантным действием и это экстракт стволовых клеток эдельвейса горного причем я как-то в видео про комплимент говорила про то что стволовые клетки да если они у вас есть в косметике то если у вас там есть жизнь то у меня для вас плохие новости вот но я начала изучать тему стволовых клеток естественно что никакой некие живые к стволовые клетки в косметике не присутствуют то есть как это все работает выделяется культура из экстракта эдельвейса в питательной среде эта культура то есть эти клетки вот они да мы их видим мы поддерживаем в них жизнь и из них берутся уже какие-то факторы роста то есть косметики геофарм я специально начал этот вопрос что имеется ввиду имеется ввиду факторы роста которые были даны этими клетками вот эти факторы роста были включены в косметику то есть это как я понимаю уже не просто антиоксидантное действие но еще за счет факторов роста мы стимулируем процессы выработки стимулируем фибробласты и таким образом они начинают они очень ленивые мы их так постоянно пинаем чтобы они этот коллаген синтезировали постоянно и ну торговое название это мадже стэм что в принципе для ну разработчиков только наверное важно различать и вот начнем мы с вами разбирать мультипептидный крем тот самый там который я не знаю буду тайм-коды обязательно все проставлять но это тот самый крем вот он который я попробовала и я от него в полнейшем восторге и мои подписчики тоже от него в полнейшем восторге в чем прикол вот скорее всего именно в пептидном комплексе который работает на ботулина подобное действие и вот это эти экстракты стволовых клеток и плюс и фитоэстроген поговорим немножко про фитоэстрогены дело в том что ну эстроген мы знаем он является гормоном молодости и чем мы старше тем уровень эстрогена падает соответственно нам бы конечно хотелось чтобы он у нас был на уровне но не всегда это возможно сделать то есть кто-то переходит на какую-то гормонозаместительную терапию но не все же так делают то есть это уже всякие фармакологические да способы поддержания молодости но мы сейчас говорим про косметику что мы можем сделать и именно косметическими средствами так вот мы можем обманывать свои клетки потому что у клеток в коже есть эстрогеновые рецепторы если вы не знали то вот знаете что есть эстрогеновые рецепторы мы можем их постоянно пинать говорят он как будто бы обманывая дай что у нас эстроген в норме и клетка такая о эстроген в норме классно я сейчас буду работать как будто я молодая и я не знаю как это работает, но эффект есть. И эффект практически вот за несколько дней. Я говорю, я подошла к зеркалу, я сто раз рассказывала, как я тестирую косметику. То есть я убираю вообще все. Кто-то должен делать эту работу. Да, я убираю все из ухода и смотрю, вообще что-то изменилось или нет. И действительно кожа стала плотнее. Я не знаю, как говорю. Это какая-то фантастика. Ничего не придумываю, вот как есть. Может быть спать я стала лучше, но я думаю, что крем, он здесь тоже. Плюс сыворотка. Про сыворотку лифтинг сейчас тоже будем разговаривать. Короче, девочки, мальчики, я всем рекомендую взять на пробу хотя бы минималку. Опять будут писать, что это реклама. Нет, не реклама. Все, я это покупаю за свои деньги. И вот есть всегда менюшки. Не обязательно покупать сразу большую упаковку. Попробуйте, кто гоняется за кремами. Это антиэйдж. То, что явно стоит попробовать. Ну, что, да, значит, ботулино-подобное действие, фитоэстрогены, экстракт слоевых клеток эдельвейса, пептидный комплекс, который работает, да, на увлажнение, на аквапорины. То есть держит в клетке вот эти водные каналы открытыми, за счет чего клетка увлажняется более продуктивно. Ну, крем, есть крем, он довольно плотный. По составу мы видим, что здесь в начале идут масла. Если есть вариант на лето, то это сыворотка. Можно для усиления эффекта сначала сыворотку использовать, потом кремом закрывать. В сыворотке все практически то же самое, кроме того, что есть комплекс альфа-липоевой кислоты и Демая. А в остальном очень все похоже. Но сывороткой есть сыворотка. Крем все-таки это эмульсия, это плотный закрывающий продукт, который еще на барьеры защитные поработает. А сыворотка это водный, легкий такой, на лето. Поэтому у меня ее нет, но не исключено, что я ее тоже приобрету, потому что от крема я эффект вижу. Что касается для области вокруг глаз, то все то же самое. То есть мультипептидная линейка ангиогенин, пептидный комплекс на увлажнение плюс пептидный комплекс на бутулиноподобное действие, на расслабление мышц и мэджистем, то есть экстракт стволовых клеток горного и дельвейса. Кто по таймкадаму, я рассказывала про стволовые клетки, что это факторы роста на самом деле в отрезке про крем. И что отличает этот продукт именно для области вокруг глаз от других, есть комплекс бьютифай, это известная сигизбекия восточная и шелковое дерево персидское. Работает на микроциркуляцию, то есть что нам важно для области вокруг глаз, какие мы знаем продукты, это кофеин, это троксерутин и вот теперь вы еще знаете про два экстракта, которые работают с микроциркуляцией, убирают отечность и работают с внешним видом, то есть его внешним видом вокруг области вокруг глаз, сделать его более здоровым. Я так рада, что я наконец разобралась с этим освещением и у меня теперь область вокруг глаз выглядит так, как она выглядит в жизни, а не то, что у меня тут есть такая чернота. Я этот крем еще не пробовала, чуть позже я думаю, что я добавлю либо его, либо что-то ретиноловое, потому что у меня сейчас есть для области вокруг глаз средства и поскольку я не знала насколько мне эта линейка зайдет, но она зашла и теперь я знаю точно, что можно пробовать. А вам я рассказываю, чем он отличается от всех остальных средств. Так, ну и маска. Про маску можно так сказать, что как дополнительный продукт и все то же самое здесь есть, кроме ботулино-подобного вот этого пептида, аргирелина, его нет, но есть очень классный комплекс, тоже направленный на микроциркуляцию, на лимфодренаж из гомомелиса, плюща, конского каштана, да, знаменитый наш каштан, который используется в косметике как венотоник и хмель, арника, шалфей, то есть здесь капиллярно-протекторное действие и укрепление стенок сосудов. Эту маску использовать тем, у кого действительно зона вокруг глаз проблемная, у кого она отечная, всем остальным в принципе будет достаточно и крема, который просто крем, да, не маска. Ну что, с мультипептидной серией мы закончили, переходим к лифтинг серии, которая, да, в целом тоже относится к антиэйдж, и начнем мы сейчас не с крема, а с сыворотки, и сыворотка у меня это есть, и очень я ей довольна за счет того, что здесь не только пептиды, но очень классные компоненты, направленные на увлажнение, действительно увлажняет она прекрасно, никаких мне дополнительных увлажняющих средств теперь не нужно, и давайте посмотрим, что кроме ангиогенина мы видим здесь прогелин, прогелин это такой пептид, это комплекс, который, соответственно, расшифровывается, да, как трифтор ацетилтрипептид-2, и это очень интересный компонент, довольно инновационный, не знаю, насколько часто он используется, я такой аналог не проводила, есть такое заболевание, как прогирия, это преждевременное старение у детей, и характеризуется оно тем, что там есть определенный белок, который является токсичным, и накопление этого белка приводит к разрушению ДНК, ну, в общем, ничего хорошего оно не сулит, соответственно, придумали такой пептид, который блокирует накопление этого белка, соответственно, вот этот пептид присутствует в этой линейке, и он отвечает за то, чтобы преждевременное старение как бы нивелировать, понятно, что мы, слава богу, не болеем этим заболеванием, но ученые утверждают, что именно этот белок, он у всех, не белок, а пептид, он будет у всех давать очень классный антиэйдж эффект, и то, что мне нравится в составе, как увлажняющие компоненты, это комплекс Политенсор, это экстракт ламинарии, очень люблю водоросли в косметике, просто обожаю, за их аминокислотный состав, за классное выраженное увлажняющее действие, которое обеспечивается аминокислотами, так вот, этот комплекс Политенсор, это экстракт ламинарии, который усилен гликозаминами, и классный комплекс, это Дермохлорелла, который тоже водоросли, это хлорелла вульгарис, стимулирует компоненты дермального матрикса, то есть, не только увлажняет, но и еще поработает с нашими межклеточными, межклеточной жизнью, Демая присутствует здесь, работает на упругость, на эластичность кожи, и трипептид меди, сыворотка, сывороткой, летний вариант, легкая текстура, есть крем, и тоже содержится здесь прогелин, тоже есть комплекс фитоэстрогенов, что интересно, потому что в сыворотке я этого комплекса фитоэстрогенов не увидела, а вот в креме он есть, и это тоже говорит о том, что можно, например, варьировать мультипептидным кремом, либо лифтинг кремом, но и тот, и тот хорош, как говорится, можно пробовать два варианта, я пока лифтинг крем не пробовала, но сыворотка мне однозначно зашла, и здесь есть классный компонент идеалифт торговый комплекс, это ацетил дипептид один, вот за счет него еще идет тот самый лифтинг эффект, ну и также демая и трипептид меди, ну и что еще нам в лифтинг сыворотки, в лифтинг серии, это крем для области вокруг шеи, я обещала рассказать, что же за такой супер классный интересный компонент, который работает именно для шеи, он показал свою эффективность и это тот самый горный дельвейс, да, это исследование было произведено поставщиком непосредственно этого комплекса и есть данные о том, что у всех кожа разная, понятно, что какой-то средней цифры тут нет, здесь остается очень большой разброс, но от 10 до 50 процентов респондентов кто тестировал отметили, что дряблость снижается и провисание кожи также не так уже ярко выражено и не только то есть этот комплекс используется не только для лица, но также и для области вокруг шеи, то есть очень такой интересный экстракт, который если вы увидите я к тому, что в другой косметике например увидите этот экстракт, мажьте на шею у кого шея проблемная есть фитоэстрогены тоже для шеи и два интересных комплекса это опять же пептиды один это син если правильно читаю хайкан это три пептид на выработку гиалуроновой кислоты в три раза увеличивает ее синтез есть комплекс синтакс это интересный очень пептид и он работает за счет усиления дермоэпидермального соединения что это такое я пыталась уточнять эту информацию потому что не совсем понятно оказывается что вот эта базальная мембрана которая является местом рождения керотиноцитов она с возрастом не то чтобы истончается она и так тонкая но она становится уже не такой однородной не такой здоровой и вот этот пептид он показал свою эффективность именно в восстановлении базального слоя то есть базальный мембран ну и наверное вот с лифтинг серии мы закончим сейчас очень кратенько я расскажу про ретинолы потому что у меня есть отдельное видео и просто сейчас подсвечу те компоненты которые здесь есть кроме тех современных форм которые мы уже говорили это ретинол ретинуат и гидроксипиноколон ретинуат так вот три крема с разными концентрациями от маленького до большого до максимальной концентрации есть еще комплекс гидролизованных пептидов пшеницы и есть физиологические липиды то есть разработчики позаботились о том чтобы снизить ретинуевый дерматит он все равно может быть он может быть может не быть вот так правильно сказать но его так скажем вероятность риск снижается если добавлять туда физиологические липиды я хотела остановиться на креме с бакучелом потому что я как-то ну я знала что есть крем с бакучелом он геофарм но я не представляла что он настолько богат по составу и кроме непосредственно да вот этой растительной альтернативе ретинолу здесь положили ботулиноподобный пептид аргиририн который уже сегодня звучал неоднократно то есть ботулиноподобное действие снижает выраженность морщин то есть здесь постарались компенсировать отсутствие ретинола какими-то другими компонентами похожими да подействовать как бы собрать вот такой вот пазл дигидроквертицин как антиоксидант ферменты для микробиоты гиалуроновую кислоту положили масло рисовых отрубей жажоба фукогель отвечает за увлажнение соответственно рекомбинантный ангенин как везде трипептид меди что я не знаю в какой концентрации не указано синкол это знаменитый по корейской косметике также пептид отвечающий за синтез коллагена комбучка продукт ферментации сладкого черного чая три интересных продукта из которых я один очень сильно хочу но его сложно купить это подрн давайте про него сразу поговорим это сыворотка то есть легкий продукт крема такого нету и я очень люблю подрн это те компоненты которые восстанавливают поломанную днк с возрастом встраиваясь как бы вот в эти поломанные участки итак я делаю инъекции под подрн под глаза мне очень нравится эффект уплотнения кожи стимуляция коллагена происходит потому что у меня очень тонкая кожа и о ней нужно заботиться кроме кремов нужно что-то делать еще потому что я не хочу делать никаких пластических операций никаких блефара пластика потому что ну те отзывы я конечно же изучаю отзывы смотрю на результаты и очень высокий процент тех кто недоволен операцией поэтому потом ходить с какими-то этими жировыми пакетами некрасивые тени под глаза я точно не хочу лучше так как есть вот и корректировать макияжем но с помощью косметики можно вот поработать сывороткой с ПДРН и говорю я хочу ее купить я не могу ее достать ее нет пока это новинка и я так понимаю что пока есть какие-то перебои либо очень быстро раскупают либо может она еще ну не везде есть соответственно кроме ПДРН непосредственно то есть что такое ПДРН сейчас я в мысли у меня ушла это фрагменты ДНК которые могут встраиваться в ваши поломанные участки и восстанавливать ее функцию то есть это хороший очень компонент и все косметологи его сильно любят то есть это не какая-то там пустышка действительно я вижу у док-мед дерматологов у косметологов кто занимается инъекционными методиками и все используют и действительно ну я тоже вижу результат то есть как после уколов понятно что нельзя сравнить эту сыворотку с инъекциями но кожа уплотняется и в общем песня это та процедура как раз моя которая мне очень нравится эффект так вот расскажу когда буду пользоваться этой сывороткой наконец-то когда я ее найду что еще положили три пептид меди очень хорошо и вот тот самый комплекс увлажняющий из пептидов который работает на аквапарины гиалуроновая кислота и рекомбинантный ангиогенин короче сыворотка по составу очень многообещающая ну и два продукта которые остались у нас это антиэйдж маска я ее кстати купила вот она это антиэйдж маска она практически вся на основе растительных экстрактов плюс янтарная кислота экстракт стволовых клеток горного эдельвейса тоже присутствует здесь то есть это именно профитоэстрогены в том числе и можно и на шею наносить так как мы сегодня уже говорили эдельвейс классно себя показал для борьбы с дряблостью с обвисанием ну мы все понимаем что мы не можем составить конкуренцию хирургам но тем не менее даже после какой-то хирургической коррекции всегда косметика это must have потому что качество кожи оно должно быть на уровне и это не значит что мы сделаем какую-то операцию а потом с кожей ничего не надо делать ничего подобного за кожей придется также усиленно ухаживать так что здесь экстракт горного эдельвейса янтарная кислота масло кокоса ши кунжута миндаля комплекс растительных экстрактов алоэ вера яблоко виноград эхинаце лопух и для чувствительной кожи также позаботились ромашка шиповник мята шалфей и еще для зрелой кожи корица облепих амарант липа то есть чего только нет в этой маске это такая прям растительная бомба что ли так сказать и комплекс есть еще липомой 120-36 это растительные протеины и полисахариды так что я ее делала мне понравился эффект он такой сразу и лифтинг я увидела и наполненность какая-то такая увлажненность кожи то есть я сначала очень скептически отнеслась к этой маске такая ну что за маска что ты будешь делать но понравилось понравилось и я ее делаю раз в неделю вот остался у нас с вами крем для зрелой кожи чем он хорош тем что он очень жирненький очень плотненький то есть для сухой зрелой кожи для мам и для бабушек идеально подойдет есть растительные фитоэстрогены есть комплекс альфа-липоевой кислоты Демая есть стабильная жиростворимая смесь эфиров ретинола и токоферола то есть здесь есть именно эфиры не сам ретинол если мы хотим использовать уже сильный ретинол то это пожалуйста в линейку про ретинолы если так легко то мы можем использовать эфиры а какой эфир здесь используется ретинил ацетат так ну масла ши, кунжут, жжоба облепихи, кокоса виноградной косточки миндаля корица облепиха амарант липа то есть для идеальный крем для мам и бабушек и он еще плотный и восстанавливает защитный барьер работает даже наверняка здесь что-то и из холестерина положили потому что для сухой кожи очень вещь нужная но я пока не вижу в составе есть еще комплекс витаминов ну короче говоря крем такой базовый как я понимаю для зрелой кожи вот такой получился у нас сегодня обзор и действительно линейка меня очень порадовала потому что я почему-то всегда считала что у ангиофарма только ретинол есть оказывается есть совершенно потрясающая мультипептидная линейка которая как-то вот умудряется практически сразу показывать классный результат вот видео получилось большим длинным но таймкоды все спасают поэтому спасибо всем кто посмотрел и надеюсь было вам полезно вот до скорой встречи и всем пока до скорой встречи